Всем привет! Хочу показать простой способ, как сделать колокольчики-сигнализаторы тише. Вот стандартный колокольчик, обычный. Вот его примерно такой звук. И сделать его таким, чтобы не раздражать других рыбаков, чтобы самому не раздражаться, но при этом, в принципе, слышать поклёвку. Берём обычный термоклей, зажигалка, и заклеиваем вот эти вот прорези. Сейчас продемонстрирую. Потом ещё раз поговорим о том, для чего это нужно. Конечно, как бы элементарный, наверное, один из самых быстрых вообще способов, что с этим можно сделать. Так, чуть-чуть, чуть-чуть не доклеил. Ещё чуть-чуть немного неудобно сижу, чтобы показывать и снимать, но тем не менее. Процедура максимально простая. Термоклей стоит копейки. В принципе, если нету термоклея, и надо срочно что-то такое сделать, ещё можно эту прорезь залепить скотчем или изолентой. Оно, конечно, колхоз, но тем не менее. Так, ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть. Где там? Видео, кощак. Можно при желании это сошлифовать аккуратно. Но это уже кому как нравится. И вот, соответственно, звук. Для сравнения, не проклеенные колокольчики. И вот проклеенные. Не знаю, как передаёт камера звук. Но я думаю, должно быть понятно. На рыбалке в тишине, да и в принципе, такого звука достаточно, чтобы услышать поклёвку и обратить внимание на спиннинг. У меня колокольчики и такие проклеенные и обычные. К примеру, если мне нужно куда-то отойти от спиннингов, я обычно катушку на бейтранер ставлю. Но если нет бейтранера и в целом надо отойти, не прозевать, когда спиннинг будут утаскивать в воду, да и в целом поклёвку не пропустить. Вешаю обычные колокольчики, не проклеенные. Когда сижу непосредственно перед спиннингами, вешаю вот такие. Слышно их хорошо. Зачем вообще это надо? Ну, прежде всего, чтобы не раздражать других рыбаков. Самим кому-то не нравится звук колокольчиков звенящий. И при этом многие рассуждают по поводу, почему колокольчики не снять при вытаскивании рыбы и так далее. Во-первых, это риск, что у вас рыба сойдёт. Пока вы будете возиться с этим колокольчиком, снимать, рыба может уйти. Другой момент, что у многих колокольчики слетают, и кто-то покупает их на закрутке. И они со спиннинга несъёмные. Соответственно, снять их нет возможности без сигнализатора ловить. Например, когда это ночная рыбалка, поставили, где-то пошли. Или когда несколько спиннингов на каком-то удалении друг от друга находятся, тоже желания нет. Поэтому вот это, в принципе, как по мне, вариант. Ну и, соответственно, на рыбалке имеется и обычный колокольчик звенящий, и такой более тихий вариант, который звучит гораздо более приятно. Ещё видел вариант, когда ставят рогатку, здесь привязывают резинку, сюда ставят спиннинг, и, соответственно, за эту резинку уже цепляют обычный колокольчик. Соответственно, при поклёвке колокольчик звенит. Спиннинг убрали с рогатки, всё, колокольчик перестал звенять. Тоже вариант, но, как по мне, такой вот вариант более приемлем, приятен и так далее. Ну и здесь уже каждому выбирать, что ему больше по душе. А так, вот такой вариант может кому-то пригодиться. Пользуйтесь. Не хвостань чешуи.